Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. Уже понятно одно, что вот эти дома, этот дом, там соседние дома еще есть, такие же, недостроенные, они будут снесены. Трагедия с детьми в Могилеве. В чем причины и как предотвратить новую беду? Это 140 миллионов населения Японии. Поверьте мне, если к нам приедет хотя бы одна тысяча человек, и оставить здесь по 100 долларов за два дня, ну, арифметика простая. От туризма к промышленной зоне японцы знакомятся с Могилевщиной. То есть попробовать открыть свое дело и узнать, будет ли оно прибыльным для него. Не быть предпринимателем, но платить единый налог и работать. Для меня шлягер, конечно, это прежде всего интонация. Затыль дыхание все слушали. Ну, в общем, на такой публике можно только мечтать. Звезды ретро-фестиваля простились с Могилевым. Новая встреча осенью через два года. Трагедия в Могилеве, в которой пострадали дети, не оставила равнодушным никого. В Зеленой Роще, неподалеку от микрорайона Спутник, в недостроенном частном доме, на двух мальчиков 9 и 10 лет упала бетонная плита перекрытия. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас работают следователи, проводятся экспертизы. Наталья Ильинич расскажет все подробности. От поворота на Зеленую Рощу до места, где произошла трагедия, метров 500. Постройка находится за этнодеревней. После ЧП ее обнесли оградительной лентой. Около жилого дома по соседству по-прежнему стоят два велосипеда мальчишек. На них они приехали в гости к приятелю, затем пошли на стройку. О том, что случилось после, рассказали все средства массовой информации. Двое детей 2007-2008 года рождения играли в этом здании. Произошло частичное обрушение стены и падение плиты перекрытия, которое придавило двоих детей. Вот кадры, снятые сразу после случившегося. На место приехали спасатели и медики. Детей извлекли из-под завалов. Один мальчик был уже мертв. Второго ребенка в состоянии клинической смерти с места ЧП вывозили медики. Реанимационные действия они проводили по пути в больницу. Ребенку удалось завести сердце. Ему сделали операцию, остановили кровотечение. Но мальчик по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. Самое страшное, что вернуть уже ничего нельзя. И сегодня самое главное – это проанализировать причины и что позволило случиться такому случаю, для того, чтобы в дальнейшем принять все меры, чтобы таких трагедий и такого больше не повторилось. В день трагедии правоохранители завели уголовное дело по стадии причинения смерти по неосторожности. Владелец недостроенного дома задержан. Следователи изъяли все документы на строение и участок. По имеющейся на сегодняшний день информации, значит, это была действительно самовольная постройка. Строительство велось, если можно так выразиться, подручными способами и средствами. Но не исключено, что это явилось одной из причин того, что строительство, в общем-то, было произведено ненадлежащим образом. Следователи выяснили, что на этом участке лишь один законно стоящий дом. И у него четыре владельца. Так получилось после того, как его первый собственник стал продавать дом по частям. А те спустя время обратились к городским властям, чтобы получить разрешение на реконструкцию старого жилья. И получили. Но вместо реконструкции решили построить на участке четыре дома. Им никто не разрешал. Они начали строить самовольную. Когда им запретили эту стройку, они забросили ее. И всего лишь. После ЧП в горосполкоме чиновники пытались найти проектно-сметанную документацию на дом. Но пока безрезультатно. Оказалось, постройка несколько раз перепродавалась. Мы сейчас пытаемся найти документацию, документы подтверждающиеся. Документации у меня не видел. И в управлении архитектуры сотрудников, которые здесь работают, в парковых не было. То есть ее нет? Возможно, она есть у заказчика, застройщика. И может быть даже и согласованная. У нас копии не остались. Мы не нашли. Теперь этим домостроением занялись не только следователи, но и специалисты Комитета государственного контроля. Кто осуществляет контроль над этим? Естественно, местная власть, которая должна проконтролировать за гражданином. Как он приступил к занятию земельного участка. Как он ведет строительство. На какой стадии строительство дома. Но, естественно, понуждать собственников земельных участков, наших землепользователей, к завершению строительства этих жилых домов. Но почему-то этому не уделяется должное внимание. Сколько таких заброшенных долгостроев в городе, которые представляют опасность, не смогла назвать ни одна служба. И мы не исключаем, что квалификация содеянного изменится. Пока трудно говорить, но это будет, скажем так, что-то связанное с надлежащим исполнением должностных обязанностей. По факту трагедии свою проверку проведет и прокуратура области. Уже решено, постройки, где случилась беда, снесут. Принято решение целенаправленно, по ведомствам, по собственникам провести вот эти проверки. И те дома, те сооружения, которые не законсервированы, которые разрушаются, снести. Удастся ли таким образом предотвратить трагедии, сказать сложно. Специалисты считают, все предусмотреть невозможно. Мы точно знаем, десятки раз об опасности таких игр детям говорили и в школе, и дома. Да только дети по своей природе, говорят психологи, любознательны и не всегда могут оценить степень этой самой опасности. И они так играют, и так растут, и так учатся. И это нормальная их деятельность. Но прогнозировать события, конечно, они не могут полноценно. Трагедия в Могилеве вызвала большой общественный резонанс, в том числе и в сети интернет. Все сочувствуют горю родителей, а кто виноват, разберется следствие. Перейдем к другим темам. 8 тысяч километров и почти 10 часов лета разделяют Могилев и Токио. Но японцы этими днями выразили намерение сотрудничать с Могилевской областью. Делегация из города Токио, что на острове Кюсю, посетила Могилев и Шклов. Первый официальный визит, знакомство с регионом и планы на будущее. Об этом наш репортаж. Без зонтов и с присущей японцам неторопливостью они выходят из машины. Проливной дождь гостей не испугал. В выходные у них случился 22-й тайфун с начала года. Добрый день всем вам. В детский сад японцы заглянули ненадолго. Посмотреть, как у нас воспитывают дошколят. В части быта, говорят японцы, белорусские детские сады и японские очень похожи. А вот что касается образовательного процесса, то они разные. В Японии малыши в саду изучают математику, учатся писать. В наших садах учат основам безопасности. Его очень впечатлило разнообразие программ обучения здесь. То есть ему очень понравилось, что в белорусском детском саду, в группах, обучают правилам дорожного движения, правилам поведения в обществе. Для нас сотрудничество с Японией – это возможность приобретения современной техники – станков, роботов, инструментов, медицинского оборудования. Одно из перспективных направлений – развитие туристического бизнеса. Белоруссия – это малоизвестная страна. Поэтому я очень хочу подсказать всем японцам, что в Средине Восточной Европы находится такая великая, красивая страна. Интересная Япония и в качестве инвестора. В СЭС Могилев планируют создать японско-белорусскую промышленную зону. Партнерам предложили площадку для строительства нового предприятия. А вместе с нею – льготы и возможность поставлять свою продукцию в страны Евразийского экономического союза. В Японии хорошо знают цену земли. Там давно возводят небоскребы до небес и вгрызаются вглубь, строя офисы андеграунд. Но, чтобы сесть за стол переговоров, японские бизнесмены должны быть уверены в партнере. А для этого нужно приезжать, знакомиться и смотреть. Японцы обратили внимание на шкловское предприятие домостроения. Производство каркасных домов для Японии, где нередкие землетрясения, крайне важно. Сейчас японские молодые люди, они живут в европейской диробанной стиле. Поэтому, думаю, что будет большая возможность потребления таких домов в Путболе. Делегация из города Такео в этот раз присматривалась к шклову. 50-тысячный японский город завязывает, и на этот счет уже подписано соглашение, дружеские связи с нашим райцентром, чтобы больше узнать друг о друге. Японцев удивляли наши просторы и большие помещения. Им понравилась чистота на улицах, они попробовали белорусскую еду. В принципе, вся белорусская кухня японцам очень нравится. То есть это драники, это мочанка, это борщ. То есть очень нравится, говорят, вкусно. Единственное, что они говорят, много. Невозможно съесть все, что им предлагают. В этом году товарооборот между Могилевской областью и Японией приближается к размеру в полтора миллиона долларов. Это, очевидно, больше, чем ровно год назад, но значительно меньше, чем возможно и хотелось бы. И есть надежда, что взаимный интерес сторон станет фундаментом для новых проектов и активного сотрудничества. Сегодня в студии программы «Днями» мы продолжим разговор об экономическом сотрудничестве, экспорте и иностранных инвестициях. Наш гость – заместитель председателя Могилевского область полкома Виктор Некрашевич. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Добрый день. Итак, Япония в планах, но Москва уже вполне реальна. И вот недавняя поездка достаточно большой делегации Могилевской области в Москву позволит ли эту цифру изменить в большую сторону? Скажу так, что Россия – это как было, есть и будет наш стратегический партнер, это однозначно. Конечно же, большой объем и ассортимент товарооборота у нас взаимосвязан с Российской Федерацией. Мы очень стабильно держим планку по мясо-молочке по нашей, по солодовому пиву и по многим другим позициям, по деревообработке тоже по компонентам, по многим, по мебели. Но скажу так, что мы, как в любом цивилизованном мире, стараемся складывать яйца не в одну корзину. Поэтому, в принципе, мы открываем новые рынки. Российская Федерация, еще раз говорю, это достаточно маржинальный рынок, на котором мы получаем достаточно приличную рентабельность по нашей продукции. Но, вместе с тем, мы для себя понимаем, что нужно осваивать новые рынки. Поэтому проценты, которые вы называли, наверное, нельзя в абсолютной величине о них говорить, потому что сказать, что мы снижаем экспорт в Россию, либо увеличиваем, ну, тут тоже такой нюанс, потому что мы работаем очень серьезно с Европейским Союзом и с Дальней Дугой. Поэтому на сегодняшний день где-то рынок России у нас в экспорте составляет порядка 70%. Эта цифра упала, скажу, она с 80%, за 3-5 лет последних упала до 70%. Ну, не упала, скажем так, она просто... Изменилась ее структура. ...диверсификация рынка, да, совершенно верно. Ну, Москва это вообще такое, как говорят, Москва не Россия. Это такой город, который, в общем-то, по численности населения еще и больше нашей Белоруссии. То есть, я так понимаю, что там очень много возможностей для работы есть, правильно? Почему именно Москва? Я скажу так, что с друзьями нужно всегда дружить и реанимировать все отношения. Это способствует развитию товарооборота в первую очередь, во вторую это способствует развитию инвестиционных составляющих. Так вот, у нас, если говорить о России, у нас на сегодняшний день, если вот взять карту России, это 85 субъектов Российской Федерации, с 76 у нас товарооборот. То есть, если флажки поставят, то будет вся Красная Российская Федерация. Ну, 10 – это где-то совсем дальняя дуга, так предположу, нет? Есть все, есть все, и до Владивостока, поэтому это север, юг, запад, восток Украины, наши традиционные соседи – Брянская, Смоленская область, Курская – это основной товарооборот Москва, Московская область, Санкт-Петербург – его область. Ну, и как итог, это 200 предприятий с российским капиталом на территории Могилевской области. Это самая большая заслуга, я считаю, и предприятий, и органов власти, когда деньги приходят извне и остаются на территории, создавая добавочный продукт. В Москве говорили о том, что Могилев станет столицей, которая примет форум регионов Белоруссии и России. Это действительно очень серьезное мероприятие, и пройдет оно пускай еще и в следующем году, и где-то примерно в сентябре, но сюда приедет много людей. Как вы думаете, вот эту площадку тоже наверняка нужно использовать как возможность для встречи, может быть, еще и с теми 10 регионами России, которых нет в списке и в карте с флажками? Это пятый микро-юбилейный, как я говорю, форум регионов. Это пятая межпарламентская комиссия Совета Республики и Совета Федерации. Это пять секций форума, и по итогу мы должны получить оценку, соответственно, какую? Пятерку? Отлично. Ну, по старой системе. Да, абсолютно с вами согласен. Не 10-5, но по старой. Если приоткрыть завесу пятого форума, то очень серьезный компонент здесь будет – это инновационное развитие территории. Для нас самое главное, чтобы показать на примере Могилевской области, что регионы – это основной драйвер развития экономик двух стран. И у нас есть очень хороший пример, я уже говорил о российских предприятиях, у нас очень близкие отношения с нашими соседями, и не только. Поэтому в любом случае российская площадка – она самая перспективная. Мы на фоне других регионов неплохо выглядим сейчас инвестициями? Ну, действительно, мне очень приятно, что тот инвестиционный климат, который сформировался 5-7 лет назад, он сейчас дает свои положительные результаты. Это, конечно же, предполагает абсолютное выполнение задания годового – 95 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Это гораздо больше, чем у наших коллег с озвученных областей. Ну, допустим, если брать Витебскую область, Гродненскую область, это достаточно уверенная цифра, которую, я думаю, мы увеличим и в следующем году. А это и опять-таки рабочие места и налоги и так далее. Налоги в бюджете наши обеспечены, я надеюсь, жизнь. Поэтому я вас благодарю за интервью и желаю нам всем удачи. Спасибо. Но, в конце концов, я все равно хотел пригласить у нас одна тема, которая немножечко осталась за сегодняшним кадром, но уже давным-давно пора пиарить, на что я очень надеюсь. Это 10-й международный инвестиционный форум, который пройдет в конце июня следующего года. Согласна. На который я вас всех приглашаю. Прямо сейчас мы начинаем. Договорились. Спасибо. Я работаю на основной работе, но это как хобби. Мне интересно этим заниматься, мне нравится этим заниматься, поэтому я решил заняться обслуживанием компьютеров. Когда-то Алексею, как молодому и продвинутому студенту, родственники и друзья приносили поломанную технику. И он пытался разобраться и помочь с программами и железом. Теперь хобби претендует на то, чтобы стать источником дохода. Алексей недавно зарегистрировался в налоговой инспекции по схеме, когда можно не быть предпринимателем, но заплатить единый налог и работать. Это может быть интересно людям, которые хотят заниматься, но не хотят еще открывать ИП. То есть попробовать открыть свое дело и узнать, будет ли оно прибыльным для него. Уплата налога по заявительному принципу появилась в Беларуси с 2010 года. Но тогда это касалось в основном сельскохозяйственных работ. Со временем перечень расширялся. Недавно по 337 указу он пополнился еще 12 позициями. И теперь в нем три десятка работ. От репетиторов и фотосъемки до услуг тамады и строительно-ремонтных работ. Нужно просто прийти в налоговую инспекцию по месту жительства и заявить, буду работать. Ежегодно количество граждан, которые имеют право заниматься по заявительному принципу, растет. По состоянию на 1 октября текущего года уже такое количество составляет 1747 человек, которые уплачивают един налог по заявительному принципу. Люди, которые работают по заявительному принципу, платят столько же, сколько и частные предприниматели. По решению облсовета ставки равны, чтобы и конкуренция была равной. У нас в области почти 22,5 тысячи предпринимателей. И работают они не только в торговле. В райцентрах они развивают бытовые услуги. Обувной мастер Сасун Серодигян открыл свою мастерскую в Кличеве десяток лет назад. Ну, в каждом деле должно быть хозяин. Да? Я люблю, чтобы я был хозяин своего дела. Платил налоги, все как положено, чтобы быть сам собой. Сейчас самый сезон на услуге мастера, но вот летом и после Нового года мертвый сезон. И он хочет открыть, возможно, пекарню. А вот Кличевский парикмахер Оксана Прокопович хочет делать людей красивыми. И как-то вот мы решили, то есть все-таки открыть, нет, пойти работать сначала в парикмахерскую. Но муж как бы поддержал в том, чтобы именно вот ИП открыть и самой себе работать. Всего три месяца назад Оксана открыла свой салон и переживала, придут ли клиенты. Но новые тенденции, которые продвигает парикмахер, жителям райцентра понравились. И прибыли есть и интерес. Поэтому все упрощенные схемы с единым налогом она считает полезными в борьбе за самозанятость. Мне кажется, что очень хорошо, особенно маленькому бизнесу, это очень большая поддержка. Итак, сколько нужно платить. От 118 рублей в месяц за штукатурные, малярные и другие подобные работы до 55 за ремонт обуви. Причем размер налога зависит от того, где вы работаете. Для примера могу сказать, что ставка единого налога, которое принято решением Могилевского областного офицера депутатов для вида деятельности парикмахерские услуги, составляет 100 рублей в месяц. Для города Бобруска такая ставка составляет 60 рублей в месяц. А для иных населенных пунктов ставка единого налога составляет 47 рублей. Правда, упрощенная налоговая схема пока не решает для тех, кто на нее решился, проблему пенсии. Фонд социальной защиты населения пояснил, пока нет законной возможности добровольно платить страховые взносы. Но уже известно, что в столице готовится изменение в нормативную базу и вполне вероятно, что в список плательщиков страховых взносов войдут и люди, которые платят единый налог по заявительному принципу. В этом году они перечислили в бюджет уже более 175 тысяч рублей. В этом году исполняется 100 лет Октябрьской революции, событию, которая изменила мир и повлияла на дальнейший ход истории. Как и любые другие революции, пролетарскую в России оценивают по-разному, особенно теперь, когда про события 1917 года знают больше. И здесь вспоминается человек, который выступал против всякого насилия. Это Махатма Ганди. Индийский политический и общественный деятель, веган и бессеребренник. Он был идеологом движения за независимость Индии от Великобритании, но только мирным путем. И все получилось. При этом сам Ганди погиб от руки фанатика-индуиста. Но он его, конечно, простил бы, потому что Махатма Ганди говорил, «Умение прощать свойства сильных. Слабые никогда не прощают». Золотой шлягер – это неделя музыкальной ностальгии. В Могилеве прошли 9 фестивальных концертов. Они были разные, но все подарили публике приятные воспоминания через популярные мелодии прошлых лет. Вспоминать молодость и ее хиты, ну почему бы и нет? Олеся Рыбалка расскажет о звездах заключительного фестивального концерта и о том, когда ждать Могилеву в следующий золотой шлягер. Фейерверк эмоций – это была масса впечатлений, приятных, положительных. Причем мы позарядились шикарной энергией. Так что осень нам нипочем. Настроение чудесное. Все это вспомнилось, как гуляли в общежитии, ходили на концерты, танцевали, дискотеки. Все, а сейчас это все сколыхнулось. Жалко, что мало. Торжественное закрытие золотого шлягера – большой концерт ретро-звезд. Аншлаг в зале, потому что вот так, воочию, на сцене в нескольких метрах известные певцы и их самые популярные хиты. Для вас поет Юрий Лазар. Певец, композитор и автор песен Юрий Лазар, уроженец Свердловска, закончил экономический вуз, начинал свою музыкальную карьеру с выступлений в ресторанах и стал известным музыкантом. Сегодня Юрию 63 года, и он впервые в Могилеве на золотом шлягере. Его маленький плод по-прежнему дарит публике надежду. Юрий, вас приняли, вам понравилось, как приняло Могилевское? Замечательно приняли, замечательно. Прекрасно слушали, прекрасно реагировали, все вовремя сделали. Самый хороший зритель – тот, который реагирует правильно. Ваши правильно отреагировали. Женская половина зала больше всего ждала этого исполнителя и непременно эту песню. Народный артист России Александр Серов родом из украинского села, его семья с крестьянскими корнями. Имея превосходный слух, без труда поступил в музучилище. В 30 лет впервые оказался в Москве и появился на экранах телевизоров. И до сих пор кумир миллионов женщин радует публику хитами. Валерий Дайнека, пожалуй, самый частый гость фестиваля. Он не только пел на золотом шлягере, но и помогал его популярности. Мы были как-то в Ялте и просто увидели ресторанчик, называется «Червоная рута». Я говорю, слушай, давай зайдем посмотрим. Я захожу, а там весь ансамбль Софии Ротару, который аккомпанировал, с которым я работал, все мои друзья. И мы их просто вот так вот затащили на золотой шлягере. Белорусский музыкант родился в Минской области и окончил Минское музыкальное училище как альтист. А ровно 40 лет назад был принят Владимиром Мулявиным в Песняры. В составе ансамбля исполнил легендарную Беловежскую пущу. Игорь Корнелюк родом из Бреста. С легкостью поступил в Ленинградскую консерваторию. Писал песни для известных советских вокалистов. А в 1988 году в телепрограмме «Музыкальный ринг» начал сольную карьеру. На сцене он всегда был непосредственный, с юмором, даже чудаковатый. И таким, подпевая в унисон, сегодня снова желает видеть его публика. Корнелюк сегодня один из самых востребованных кинокомпозиторов российского кинематографа. Он написал музыку к сериалам «Мастер и Маргарита» в бандитский Петербург. К сожалению, жизнь наша меняется, и музыка, к сожалению, тоже становится более прикладной и, если хотите, более прагматичной. Дуэт «Баккара» появился благодаря встрече двух танцующих красоток на гастролях балета испанского телевидения. На рубеже 70-х, 80-х все хотели жить и танцевать в стиле диска, и солистки идеально воплощали это желание. Дуэт менял составы, но песни «Баккары» мы любим до сих пор. И снова в Могилеве они на золотом шлягере. Музыкальная осенью удалась. Золотой шлягер в следующий раз придет в Могилев в 2019 году. Любимые песни зазвучат вновь. И на проконце 3-х листопада вспомнился 135-х годов Якуба Колосу, классику белорусской литературы. Константин Мицкевич, такой его заправдный имя, народился в Минском повете у Семи Ресняка. Стал наставником и навыц сядел у турме за организацию нелегального наставницкого зъезда. С участики про его писали, что он подобный тваран на мушкетера Партоса, чтобы умоцным и коржаковатым, как дуб, он вырывал зубы без анестезии. Но часто поддавался сомным настроям. За то, часто в детях сукерками и яблоками, за то, что они учили его версии и приходили, чтобы их читать. В общем, Якуб Колос лечил, что книги живые, по коль их перечитывают. Вы давно перечитывали поэму «Новая земля» альбо «Аповесть другого» на пыльно со школы? Может, в арте было бы вернуться до классики? Бережитесь обе. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин